Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии ArtCNWNB в программе «У нас в Америке». С вами журналист газеты «Вечерний Нью-Йорк» Ари Каган. Мы находимся в гостеприимной телестудии города Форт-Ли, штат Нью-Джерси. У нас сегодня передача посвящена очень хорошему светлому празднику Пурим, наступающему празднику 8 марта. Хочу поздравить наших замечательных женщин с тем, чтобы всегда у вас были улыбки, чтобы вы нас всегда радовали, вы нас и так всегда радуете, но чтобы нас радовали еще больше. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и только хороших новостей. И хотя у нас сегодня передача такая вот предпраздничная, я все равно не могу сказать, что жизнь устроена так, что приходят события, которые невозможно проигнорировать. На минувшей неделе русскоязычную общину потрясла тяжелейшая трагедия, удар, я бы сказал бы. Очень печальная новость пришла в очень многие дома. Я в данном случае говорю о смерти уважаемого человека, любимого человека, дорогого человека, моего большого и близкого друга и соседа, руководителя белорусского землячества Объединенной Ассоциации Восточноевропейских Евреев, член направления Американской Ассоциации Ветеранов Спорта, руководителя группы здоровья при еврейском центре Шорфронт и в еврейской организации Джаса, человека, который являлся много лет активистом синагоги Фри на 6 Брайтоне, где Равином Гершокунев. Все титулы Евгения Моисеевича Геллера можно перечислять в всю эту передачу. Он автор огромного количества книг, причем все его книги, в прямом смысле этого слова, пахнут здоровьем, силой, бодростью. Он придавал бодрости духа людей огромное значение. Он всю свою жизнь посвятил физкультуре, спорту, еврейским традициям, пропаганде здорового образа жизни и спорта. И был мастером спорта СССР, был профессором Белорусского государственного института физкультуры. А я с ним первый раз познакомился заочно, я смотрел телепередачу «Вас вызывает Спортландия», которую вел как раз Евгений Моисеевич Геллер в Беларуси. Была чудесная передача, посвященная спорту и конкурсам спортивным состязаниям, эстафетам среди подростков и детей. Кроме того, это был просто душевный человек, человек очень щедрый, но в то же самое время очень принципиальный и непримиримый. Непримиримый к врагам Америки, непримиримый к врагам Израиля, непримиримый к антисемитам. И очень важно, непримиримый к негодяям, к подлецам. Если он уже записал человека в последнюю категорию, он уже ему руку не подавал. Но если он ему подавал руку, этому человеку, это значило, что это знак качества. Память Евгения Моисеевича Геллере навсегда сохранится в наших сердцах. Его любили, знали и уважали в очень многих странах мира. Не только в Америке, в Америке, в Канаде, в Израиле, в Белоруссии. Еще раз говорю, можно посвятить всю передачу этому достойнейшему человеку. И так получилось, что мы не планировали, это невозможно было запланировать. Он умер скоропостижно ночью, совершенно неожиданно. Буквально вечером предыдущего дня он прислал мне по электронной почте детальный расклад, как проводить воскресный митинг траурный памяти жертв расстрела в Минской яме. Мы уже говорили в этой передаче, у нас в гостях были Савелий Коплинский и Хоня Эпштейн. Мы говорили о подготовке к этому траурному митингу в воскресенье в 11 утра в синагоге Фри на 6 Брайтоне. И кто бы мог подумать, что главный организатор и ведущий этого митинга Евгений Моисеевич Геллер всего за несколько дней до этого митинга, который он сам же и подготовил, и попросил меня с ним его вести, уйдет из жизни. Для меня это стало настоящей трагедией. И я до сих пор еще, если что-то, голос у меня сорвется, я прошу вас сразу извинить, потому что только вчера мы провожали его в последний путь. Сотни и сотни людей пришли, 400 человек в будний день, в четверг, все отставили в сторону, приехали проводить в последний путь Евгения Моисеевича Геллера. Еще раз, самое искреннее соболезнование семье, всем близким Евгения Моисеевича, и мы всегда будем его помнить, и в воскресенье на травмном митинге тоже будем говорить о Евгении Геллере. Он заслужил в том, чтобы написали на нем книги о том, чтобы про него всегда говорили, чтобы был фонд его памяти. Он слишком много сделал для всех нас. Вот такое вот вступление, ничего, я не мог это отменить, хотя, повторяю, передача у нас сегодня предпраздничная перед Пуримом, перед 8 марта. Я должен был это сказать, иначе я бы не смог потом спокойно спать, просто невозможно. И я знаю, что у нас сегодня есть гость, который тоже знал Евгения Моисеевича Геллера заочно, слышал о нем, потому что о добрых делах слышат люди, повторяю, во всем мире. У нас сегодня в гостях тоже удивительный человек, очень талантливый, очень яркий, молодой. Но я думаю, вам будет очень приятно узнать, что в молодом возрасте очень многие люди добиваются больших успехов в Америке и заслуживают отдельных передач. Я говорю про Дмитрия Слеповича, человека, который в молодом возрасте руководит прекрасным музыкальным коллективом, который имеет степень PHD, который прекрасно говорит на идиш, и выступает, и поет, я так понимаю, песни еврейские на идиш, и связан с очень изумительным коллективом, который я хорошо знаю, Фольксбин и театром. Ну, здравствуйте, для начала. Извините, что я вот такое вступление, немножко печальное, но вы тоже сказали, что мы слышали про Евгения Моисеевича. Да, и я сам из Минска, и поэтому многие эти места, которые вы называли мне, хорошо знакомы, передача вас вызывает в Спортландии, помнится с детства хорошо. И та музыка, о которой вы сегодня говорите, о которой я играю, она оттуда. Она почвенная музыка литваков, белорусских евреев, которые я долгое время собирал, так сказать, в экспедициях. Поэтому это, конечно, это очень близко сердцу, близко душе. Евгений Моисеевич говорил на идиш, очень любил говорить на идиш, знал огромное количество выражений вообще. Я как человек, который был лишен полностью доступа, на мой взгляд, к еврейской культуре и иудаизму, только это мне открылось здесь, в Америке, и не могу сказать, что я свободно говорю на идиш, я этого не могу сказать, к сожалению. Но никогда не поздно. Да, благодаря тому, что работал в газете с названием «Форверс», и был знаком с Залманом Лотоком, и с его отцом был знаком. С его отцом Лотоком, да. И знаком с идиш Форверсом был, которым сейчас руководит мой большой друг Борис Сандлер. Борис Сандлер, да. Который всегда говорил, что он литвак, сам говорю. Вот, и, конечно, то есть какие-то дешевые... У меня сейчас есть ощущение, что в этом городе, значит, в городе Нью-Йорке, я имею в виду, огромное количество скрытых литваков. И открытых тоже. В театре обычно говорят на театр Лушин, это такая смесь галицийского и волынского украинского идиша. И я думаю, а где вообще литваки, где выходцы из Беларуси? Я понимаю, что, может быть, численно украинских, румынских, польских евреев вместе больше, чем евреев из Беларуси и Литвы. Но как-то вот не попадалось. И вдруг один за другим, вот вдруг, как ты говоришь, бахалтене литваки, значит, скрытые литваки. Я хочу заверить, как человек, который много бывает на еврейских событиях различных, что и выходцы из Украины, и из Польши, и из России, евреи очень любят еврейскую культуру, любят культуру на языке идиш. И когда кто-то где-то говорит, что русская культура – это великая культура, а еврейская культура – это там какая-то… Эти люди просто даже не знают, о чем они говорят, потому что они просто вообще не знакомы с сокровищницами еврейской культуры. Я думаю, люди, которые способны слышать и слушать, они открываются и откликаются на что-то настоящее. Не важно, что это. Это может быть русское, индийское, татарское, еврейское. Если оно почвенное, настоящее, ты это чувствуешь. Или если это, наоборот, пластмассовая, так сказать, поделка, это тоже чувствуешь. Каждая культура каждого народа уникальна. И поэтому говорили, скажем, что еврейская культура, язык идиш, часто говорят, вот он уже умирает, он умирает. Сколько можно умирать? Я живу в Нью-Йорке 19 лет. И люди, которые очень мало что-то понимают в культуре, еврейской культуре, все говорят, о, идиш, уже умирает. Однако каждый год я вижу новые пласты этой культуры, только открываются. И ничего такого, и молодежь все больше интересует. Молодежь интересная. Сколько вам лет? Мне 33 на сегодня. 33 года. Я недавно был, когда отмечали 100-летие, Белл Кауфман в еврейском центре Бенсенхёрст. Там все было на идиш. Я там преподаю идиш. А перед этим я был, Фольксбин и выступал. Значит, средний возраст коллектива выступавшего, который Фольксбин, средний возраст был. Он меньше 30 лет. Так, значит, если молодые ребята на идиш выступают, так умирает или нет? Я не думаю. Да, я думаю, что о смерти идиш отвердят уже лет 50, как минимум. И будут еще лет 50 твердить, пока не надоест. Мы просто процитируем Марк Отвена. Он сказал однажды, слухи о моей смерти оказались слишком преждевременными. Сегодня мы будем говорить о том, что эти слухи действительно преждевременные. И вот мой гость – лучшее доказательство тому. Дмитрий, вы уже сказали, что вы из Минска. Как давно вы в Америке? Где вы научились идиш в еврейской культуре? Это же тоже нужно изучать. Это не может быть за один-два дня. Ну и музыкальное тоже. Откуда это все? И может, и не может. Но я начну по порядку. В Америке 3,5 года, что, в общем-то, немного. Большинство людей, выходцев из бывшего союза, которых я встречал, здесь по 20 лет находятся, кто-то по 30 лет. Поэтому я, как говорят, fresh off the boat. С одной стороны. С другой стороны, я очень активно нырнул в американскую еврейскую жизнь, и идишскую жизнь, просто американскую жизнь. Идиш, да, мне пришлось учить, хотя я его слышал в детстве, от моих бабушек, дедушек. И моя мама знает идиш. Но, конечно, среда, понятно, что я рос в Советском Союзе, среда не способствовала тому, чтобы я на нем стал свободно говорить. И поэтому это какой-то такой средний путь. То есть я его не учил, сидя примерно, как примерно ученик за партой. Ну, то есть немножко посидел и почитал литературу идишскую. Но, с другой стороны, был очень конкретный стимул. Был стимул моего академического исследования еврейской культуры в Минске, которое мы проводили с моим научным руководителем, но, к сожалению, не покойной Ниной Исамуилной Степанской. И моя исполнительская деятельность. Мой путь в этом плане не уникален. Я знаю здесь в Америке Энди Стэтмана, замечательного кларнетиста и мандолиниста, который также пришел в еврейство через музыку. Более того, он ультра-ортодоксальный человек, он очень соблюдающий. И при этом совершенно удивительно, да, он очень успешный музыкант. Как можно совмещать? Залман Лотек тоже он стал соблюдать. Тем не менее, он один из самых успешных людей в области еврейского театра и еврейской музыки. То есть для меня стало естественным путем полностью охватить, системно охватить еврейство со всех сторон. Раз уж я его, так сказать, охватил и как исследователь, и как исполнитель, то вот, пожалуй, еще и жить осталось так. Дмитрий, ну вы тут один раз сказали, но тем не менее, значит, кто-то там, вы говорите, стал ортодоксальным евреем, но тем не менее, это не но тем не менее. Я жил в Боропарке, я жил в Мидвуде, я видел, очень встречался с большим количеством ортодоксальных евреев. Все они говорят, наидишь абсолютно спокойно. Поэтому это не противоречит человеку религиозному. Нет, вопрос в том, насколько человек в шоу-бизнесе. А, в шоу-бизнесе вы имеете в виду? Да. Я играл в декабре в мюзикле «Шлемилл Де Ферст». Со мной в оркестре играл контрабасист Джим Уэтни, который играет с Эдни Стэтмена, много лет, 13 лет играет с ним. Он говорит, такой опыт, который был у меня, наверное, ни у одного больше джазмена нету. Когда, значит, приходится там есть не в ресторане после концерта, а раскрывать чемодан с замороженными обедами, идти в гостиничный номер. Вообще фантастические истории рассказывал. Но это особый опыт, наверное, который немногим музыкантам дается. А когда вы будете музыкантом, вы на каком инструменте играете? Я играю на нескольких инструментах. Например? На кларнете, на фортепиано, на саксофоне, на флейте. Я пою, дирижирую и так далее. А вот ансамбль, про который мы говорим, «Литвакус», как он был создан, что это за ансамбль? Ансамбль родился в оркестровой яме, буквально, театра Фолксбина. Первая моя театральная работа, которую я получил, когда я приехал в Америку в 2008 году, был театр «Гимпл Там», «Гимпл Простак» по Исаку Башевису Зингеру. Мы играли его два месяца в JCC на Манхэттене. И там я встретил двух из моих нынешних, так сказать, коллег по ансамблю. Тейлора Бергена Крисмана и Джошуа Кэмпа. Была еще скрипачка, она уехала в Германию. И мы начали, я не знал, мы решили создать ансамбль, потому что у меня в Минске был ансамбль, замечательный ансамбль. Он есть, но мы гастролируем по Европе в основном, Минскер Капелья. Как назвать ансамбль? Это, конечно, такой экзистенциальный вопрос практически. Кто входит в ансамбль? По инструментам? Да, кто? По инструментам аккордеон, Джошуа Кэмп на аккордеоне, Тейлор Берген Крисман на контрабасе, недавно к нам присоединился Сэм Вайзенберг на пойке, пойк — это барабан еврейский, и Крейг Юделман на скрипке. У нас есть, я знаю, возможность посмотреть какое-то выступление. ансамбль «Литвакус». Вы сами сделаете вывод после того, что вы увидите сейчас. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо. А что это за девушка там? Это Даниэла Рабани, замечательная актриса, молодая певица, которая совершенно стремительно вошла в идышский театральный мир. Она не только идышская актриса, она просто замечательная актриса. И она играла в том спектакле «Гимплтам», который я сейчас упомянул. И я могу сказать, что мне повезло с ней сотрудничать. Она выступает как вокалистка с нашим ансамблем. То есть, значит, у вас и музыка играет, и поют, еще и такой мини-спектакль. Правильно я понимаю? Ну, у нас разные из программ. Жанры. Разные жанры, разные программы. Она в этом концерте, который вы видели в записи, она участвовала. Но не во всех она, к сожалению, не во всех концертах участвует. Она совершенно замечательная, талантливейшая актриса. Расскажите, где вы выступаете, как вас принимают, какая тематика, репертуар у вас? Мы выступаем повсюду. Как, знаете, музыканты выступают там, где их зовут. Ну, где? В концертных залах, в еврейских общинных домах. В Нью-Йорке, в других местах? Да, ну, во-первых, мы молодой очень ансамбль. Мы в основном играем, пока что мы играем в Нью-Йорке, да. Вот ту запись, которую вы видели, сделали в городе Дилл или Дилл Парк в Нью-Джерси. Мы выступали там в культурном центре в Дилле. Ну, и у нас, так сказать, в планах есть некоторые путешествия, опять, постепенно расширять географию. Репертуар расскажите. Репертуар, как следует, репертуар во многом определяется названием нашего ансамбля. Литвакус, понятно, в основе Литвак, можно сказать, Литвак-Ю-Эс, да, приключение Литвака в Америке, или Литвак-Ас, облитвач-нас, вот, ну, или какой-то такой литовско-латинское Литвакус. Значит, основа репертуара, это действительно музыка евреев в Беларуси и Литвы, которую я более 10 лет собирал по архивам, в интервью с людьми, которые живут, многие живут, кого-то уже нет в живых в Беларуси, в Литве, отчасти в Польше, Украине. Так сказать, последние, последние люди, это было постоянное ощущение впрыгивания на подножку последнего вагона уходящего поезда, вот, хотя, в общем, поезд давно ушел, вот, как бы, в плане большой общины. Тем не менее, удалось собрать десятки и десятки часов записи, интервью, музыки и архивы. Архив, так сказать, нам удалось с Ниной Смылной послушать коллекцию Софьи Давыдовны Магит в Петербурге, в Пушкинском доме, а это единственная сохранившаяся записи литвацкой музыки. Записывал еще Моисей Яковлевич Береговский, но его записи были уничтожены, остались каталожные карточки только, которые получили, так сказать, описание, они были знаны, но записи, мы не знаем, как это звучало. Поэтому записи Магит, они вот единственные, которые нам дают представление, что это такое. Это другой стиль, это не та, как вы слышали, да, это очень регионально окрашенная музыка. Она очень белорусская, она очень еврейско-белорусская музыка, вот, потому что, да, ничто не существовало само по себе в вакууме. Все жили со всеми, все делили, так сказать, общее пространство, физическое, географическое, жизненное, хоть с традицией, там, белорусов, татаров, евреев, поляков были разные, но жили все со всеми. Это в музыке очень ярко отражается. Эта музыка недостаточно звучит в Нью-Йорке. Вот, казалось бы, да, в Нью-Йорке все звучит, да, город как Нью-Йорк, как Москва, как большие столицы присыщен всем. Но вот белорусской, литовской, литвацкой, еврейской музыки недостаточно, если она вообще есть. Мне неизвестно, по крайней мере. То есть, иными словами, вы хотите сказать, что вы нашли свою нишу, которая, по вашему мнению, была свободна, и вы ее заполнили. Вы выступаете только перед эмигрантами из Украины, Беларуси, Литвы и России, или Польши, или в американской аудитории? Совершенно наоборот. Совершенно наоборот. Вот, мы для себя пытаемся открыть вот эту аудиторию выходов из бывшего Советского Союза или из Восточной Европы. Потому что, так сказать, наш основной круг – это англоязычный круг, это, так сказать, американский круг. Вот, и мы хотим, так сказать, чтобы люди, которые вышли из того места, которому принадлежит эта музыка, из той земли, из той страны, чтобы они ощутили вот эту связь, живую связь. Опять же, знаете, эта музыка, она не звучала, очень многие из этих вещей, то, что даже вы сейчас слышали, оно не звучало по 70-80 лет. Люди, которые это играли в записях, которые мы слышим, архивных, они, многие пошли в гетто, были расстреляны, уничтожены. То есть, вы делаете очень благое дело не только с точки зрения, что это интересно и красиво, вы еще хранители истории. Да, но наша очень четкая такая позиция, мы это сегодня репетировали, и мы это еще раз проговорили между собой, что мы не музейные экспонаты, мы не за стеклом. Нет, нет, мы не модерн, но мы не за стеклом. Мы живем здесь и сейчас, эта музыка звучит не для людей 200 лет назад, она звучит для людей здесь и сейчас, для людей с современным ощущением времени, места и пространства. И поэтому она жива, так же, как и идиш. То есть и молодежь, и средний возраст на ваших спектаклях, на ваших выступлениях присутствуют? Вы знаете, мы где в основном играем? Мы играем в клубах, театрах, как Барбес, Джелопи. И я думаю, что кто-то из наших зрителей в теме. Это места, куда приходят интеллигенции, богема, хипстери. Средний молодой возраст, да? Да, то есть люди чрезвычайно, так сказать, образованные, так сказать, авангардные по своим воззрениям, по кругу слушания. Вот, так что, и они в это влюблены. Вот мы несколько раз буквально выступили в театре Джелопи, который вообще уникальное место. В нем непрерывно идет как бы такой фестиваль американской фолк-музыки. Приходят люди, играют на скрипках, укулеле, поют старые фолк-песни, новые песни. Это прекрасное место совершенно в Бруклине. И вот мы единственный там клезмерский коллектив. Я видел по реакции людей, какой отзыв это вызывает. Потому что, опять же, люди не понимают наидыш там, не понимают по-белорусски. Но они понимают, что это настоящее, что это, так сказать, rooted. Я многократно видел реакцию русскоязычной аудитории, когда были концерты на языке идиш, когда выступали коллективы, доводилось мне. И всегда эта реакция очень теплая, очень приятная. Люди плачут, плачут от счастья. Потому что они все время, каждый раз, соприкасаясь с культурой, которая была далека, которую прятали, которую не давали, они сразу вспоминают, как бы это родное, и начинают воспринимать совсем по-другому. Это, я считаю, очень великое дело, что вы, Дмитрий, делаете. Я хотел, чтобы вы два слова рассказали. Я так понимаю, что вы хотите сделать подарок на Пуриум Брайтону, где я живу, и русскоязычное общение Бруклина, а может, даже всего нашего города. Расскажите. Да, для нам представилась возможность, так сказать, выступить в маленькой Одессе, значит, Брайна Брайтон-Бич, в легендарном месте, которое известно широко за пределами Америки. Да, и мы действительно выступим вот в ближайшее воскресенье, 4 марта в 5 часов пополудни в ресторане «Националь», где мы представим Пуриумскую программу, вот такую совершенно отрывную. У нас разные программы, я сказал, есть, да? Есть программы, в которых более лирические, более, так сказать, глубокие, которые больше ориентированы на такое глубинное слушание камерное. Пуриум должен быть Пуриум, да, значит, пусть гости делают свое дело, не отличая Амана от Мардыхая, мы им в этом поможем музыкально. Есть огромное количество замечательных идышских и многоязычных макаронических, то есть идышско-русско-белорусско-польских, таких мешанка, так, значит, как говорят по-польски, песен Пуриумских, специфически Пуриумских, которые мы будем играть, да, и... То есть будет весело? Будет весело, я это обещаю. Сколько, 5 человек будет, 4 человека? А, 5 человек. 5 человек. Как без барабана. Ну, я не имел в виду барабан. Значит, это в 5 часов вечера, в воскресенье, вот это, 4 марта, в национале. Да, в национале, да. То есть и угощение тоже входит, я так понимаю, будет, и ваше выступление все одновременно будет. Да, наше выступление тоже угощение. Совершенно верно. Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Но я с вами не прощаюсь, и с нашими телезрителями тоже. У них есть возможность посмотреть еще один отрывок из выступления ансамбля Литвакус и самим решить, насколько здорово, насколько прекрасно выступает этот коллектив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока я слушал эту музыку, я пришел к выводу, что не случайно в это воскресенье я должен быть в 11 часов утра в синагоге Фри на 6 Брайтоне на траурном митинге памяти жертв Минской ямы, где расстреляли мою бабушку с двумя детьми. И этот митинг готовил к воскресенье Евгений Моисеевич Геллер. А в 5 часов дня тоже на Брайтоне в ресторане Националь будет веселое выступление ансамбля Литвакус, посвященное празднику Пурим. Вот так оно и идет в жизни еврейского народа. Трагедия и радость. Жизнь и смерть. Такова жизнь. Я даю вам возможность закончить нашу сегодняшнюю передачу. Я желаю всем радостного, счастливого Пурима и здорового года, и чтобы мы виделись только по хорошим поводам. Совершенно верно. И до встречи на следующей неделе в программе «Нас в Америке». Субтитры создавал DimaTorzok